Все начинается с букв. Книги, учебники, инструкции, выстроенные в определенном порядке буквы, формируют слова. Они — фразы, а дальше получаются предложения и целые тексты. Каждый ребенок начинает читательский путь с азбуки. С ее помощью дети изучают произношение звуков и правописание букв, учатся складывать их в слоги и слитно читать. Без этого учебника мы не смогли бы узнать историю своей страны и мира, не узнали бы о величайших научных достижениях прошлого. Чтение — одно из первых обязательных навыков, которые осваивает человек. Именно это умение позволяет нам образовываться, развиваться и становиться успешными. Азбука — это первый печатный учебник в России. Он появился 450 лет назад, в 1574 году, благодаря труду и стараниям знаменитого книгопечатника Ивана Федорова. В Москве ему установили памятник перед Китайгородской стеной рядом с Третьяковским проездом. Вообще, до Ивана Федорова было недоступным массовое распространение грамотности, и книги, они были рукописными, и была такая даже должность переписчик. Вручную книги переписывались по три месяца, они были дорогими, и себе их могли позволить только состоятельные люди. Федоров был великолепным педагогом и методистом, и он хотел привнести просветительскую миссию. И поэтому он составил учебник для того, чтобы дать возможность всем слоям населения обучаться грамоте и тем самым улучшать и продвигать свою страну. Если сейчас современный ребенок откроет азбуку Ивана Федорова, то он не сможет в ней разобраться, потому что она написана на старославянском языке. Она содержит 46 букв. Сама азбука получила название из первых букв алфавита – это А и Б. В старину они назывались Аз и Буки. Она состояла из 40 листов или 80 страниц по 15 строк. Она содержала в себе алфавит. Также там были упражнения для чтения, тексты для закрепления этого навыка. Были приведены примеры сопряжения глаголов, склонения существительных. Она была форматом чуть больше листка отрывного календаря наших дней. Он очень трепетно подходил к созданию азбуки, и поэтому тщательно продумал даже такой тонкий момент, что каждую новую мысль он начинал с красной буквы. До сих пор мы новую мысль начинаем с абзаца, но по-прежнему называем такую строку красной. Азбука была набрана крупным шрифтом, очень простым, что облегчало чтение. Шрифт был авторский, то есть Иван Федоров отливал сам каждую литеру, каждую букву. Он создавал авторские, в том числе и буквицы, которые начинали главы, отрисовывал, как и заставки и концовки в книге. А в завершающей части азбуки Иван Федоров приводит советы родителям, ученикам и учителям не только в области образования, но и в целом. И в своем послесловии кратком он написал, «Сократив до малого, сложил для скорого обучения детей». Так как это была впервые книга, которая стала доступна, она научила немало поколений грамотности, чтению и вызвала высокий отклик в сердцах нашего народа. Сейчас азбука называется букварем и имеет уже модернизированную систему для обучения. Но концепция сохраняется та, которую заложил Иван Федоров. Иван Федоров, он внес очень большой вклад именно в развитие печати в России. Процесс книгопечатания, он проходил очень тяжело, потому что Иван Федоров, он начинал, он был первый, он учился, он делал сперва очень много ошибок, но он постепенно, после этого изобрел свой печатный станок, сделал бумагу и он печатал свою первую книжку около 10 месяцев. Он сперва навырезал текст, после компоновал, делал дизайн, там была специальная рама, он это все закреплял и вручную печатал каждый лист. А вот современная печать, у нас печатная машина печатает до скорости до где-то 60 тысяч в час. И вот представьте, что если Иван Федоров, он делал 40 страниц, это 10 месяцев в своей книге, да, то сейчас у нас любая бригада, то, что работает в очень больших типографиях, где сейчас делаются у нас учебники, она в смену делает 300-400 тысяч, только одна бригада. Это печатная машина. Это называется стапельный стол. Со стапельного стола бумага идет в печатную секцию. На этом машине у нас 4 печатные секции, где у нас расположены краски. Черная, синяя, красная, желтая. Бумага поступает в печатную секцию. В печатной секции у нас расположены с вами декиный цилиндр, печатный цилиндр, формный цилиндр. Формный цилиндр, он покрыт формой из алюминия. Сверху находится красочный ящик. Краска поступает на печатные элементы формы. Также здесь находится у нас с вами эта увлажняющая секция, где идет наш увлажняющий раствор. Он поступает на наши пробельные элементы. Под давлением двух нижних цилиндров бумага проходит и передается с первой секции на вторую секцию. По очередности передавания бумаги на этот же лист бумаги у нас идет печать первой краски, второй краски, третьей краски, четвертой краски. Устройства секции одинаковые. В конце нашей печатной машины у нас есть с вами приемный стол, где находится или получается отпечатная продукция. Что получить печатный лист у нас уходит одна секунда. Иван Федоров на своем первом станке это делал часами. Так как у нас большая страна и нам надо с вами очень много учебников для всех классов, для колледжа, для тех же институтов, вот объем всегда у нас очень большой. Это достигается при том, что у нас оборудование, вот она всегда улучшается, придумывается что-то новое постоянно, улучшается скорость печати, качество печати. И сейчас современные машины, они очень там облегчают труп печатника. Меня зовут Майя, я студентка специальности издательское дело. Свою профессию, профессию редактора, я выбрала не случайно. Всю жизнь я не расставалась и не расстаюсь с книгой. И когда пришло время задуматься о своем будущем, я подумала, что было бы интересно узнать, как создаются книги. Ведь я считаю, что книга, любая, будь то учебник или художественное издание, это кладезь знаний, без которого человеку было бы трудно передавать из поколения в поколение свою историю, важные духовные и культурные ценности. Азбука Ивана Федорова, на мой взгляд, выдающееся достижение не только русской культуры, но и русской педагогики. Впервые дети получили возможность изучать грамоту по книге с упражнениями, поучениями о жизни и советами в учении. Думаю, что без Федоровской азбуки современные буквари выглядели бы далеко не так, как мы привыкли. И, пожалуй, вся система российского образования была бы совсем иной. Дело Ивана Федорова продолжает жить. Сейчас азбука и букварь есть у каждого московского школьника. Современные специалисты продолжают издавать эти книги многомиллионными тиражами, чтобы у всех детей были возможности получать новые знания, становиться успешнее и уверенно шагать в будущее. Субтитры создавал DimaTorzok